Модель, ее свойства и составные части Переходим к изучению модели Давайте разберемся Мы все время говорим о системе И что такое система О чем мы все таки говорим Под системой мы понимаем Необходимое и достаточное Для достижения определенной цели Количество объектов Объединенных между собой Оптимальным количеством связей То есть мы говорим о том Что в систему должны попасть Только те объекты Которые мы будем рассматривать С точки зрения достижения определенных целей И в систему В дальнейшем мы в модели Попадают те связи между объектами То есть мы учитываем только те связи Которые считаем существенными Между этими объектами Две характеристики системы Которые мы здесь выписали Система обладает иерархическими уровнями И хорошая система На каждом иерархическом уровне Общается с уровнями себе подобными И у системы есть обратная связь За счет обратной связи Система В принципе является устойчивой Модель О чем мы говорим Модель это графическое отображение Логической взаимосвязи объектов Имеющих описание всех свойств Имеющие описание всех своих значимых свойств То есть это графическое описание объектов С помощью модели мы Достаточно быстро определяем образ системы Модель отвечает на вопросы в отношении системы Модель в общем-то очерчивает условные границы всех частей системы И модель для управленца заменяет физическую систему На этапе выработки и принятия решения Основные элементы модели мы с вами уже посмотрели Их четыре Поговорим о непротиворечивости и полноте системы Непротиворечивость модели или системы Задается смысловым уровнем Если у нас смысловый уровень создан гармонично Для системы это хорошо То есть связать смысловый уровень с каждым объектом Напрямую или косвенно Это значит добиться непротиворечивости модели И полнота модели На модели должно быть отображено Необходимое и достаточное количество объектов Модель должна обеспечить между ними Необходимое и достаточное количество связи Смысловой уровень модели Или мета уровень Отвечает на вопросы Для чего нужна система На эти вопросы отвечает Диаграмма целей системы Как только мы такую диаграмму целей создадим Происходит первое Серьезное понимание модели И новыми участниками Ну и иногда теми участниками Которые возможно до конца не понимали Вообще для чего создана система Как мы будем достигать этих целей Это уже вопрос на который отвечает Концепция деятельности Вот приведен пример Небольшой диаграммы целей Организации Так называемое дерево целей Или каталог целей Мы можем говорить Нужно сказать Что вот самая верхняя цель Которая здесь изображена Это цель Под названием миссия системы То есть супер цель Миссия системы Она дает понимание В каких рамках Все остальные по цели должны быть Цели эти в дальнейшем Разбиваются на ветки И таким образом Строится каталогизация этих целей На каждой ветке есть свои цели И каждая из этих целей В принципе тоже имеет свою подверг Вот немного более укрупненно Мы видим что здесь есть Какая-то миссия И миссия это определяет Состав целей И их форму Следующая диаграмма Это концепция бизнеса Здесь изображена простейшая Концепция бизнеса Здесь мы должны понимать Что каждый из этих блоков Модулей концепции Обозначает некоторое действие Это связи между этими Действиями Связи у нас Рассматриваются двух типов Это последовательное соединение То есть то событие Которым заканчивается один этап С этого же события Должен начинаться и следующий этап И управляющие связи Здесь возможно Какой-то порождается документ Который в дальнейшем Управляет Другим этапом Итак связи У нас показывают Логическую последовательность При переходах Из одного этапа в другой Надо сказать Что сама концепция Может иметь вложенную структуру То есть каждый из этих этапов Может быть Отображен Несколькими Вложенными этапами Вот приблизительно Как на этой картинке Есть основная Супер концепция Представленная Так называемыми Вот этими большими кораблями И внутри них Есть корабли поменьше Которые соединены Между собой Определенными связями Эти связи выходят За рамки больших кораблей Таким образом происходит Связь всей концепции Всех тех этапов Которые внутри нее заключены